Брещанин Егор, которому, к слову, не так давно исполнилось три года, в ожидании церемонии открытия выставки был самым активным посетителем. Мальчик успел познакомиться практически со всеми участниками экспозиции и подробно расспросить о каждом усатом любимце. Можешь потрогать, он не кусается. Он очень ласковый, очень добрый. Он любит, когда его чешут. Вот тут, смотри, щечки ему нравятся, когда чешут. Он даже меня нюхает. Да, он нюхает, он знакомится с тобой. Такой интерес малыша объясним. Домашние животные в семье, по признанию его родных, были всегда. Есть и сегодня. Да еще какие. Таких и на выставке не стыдно показать. За кошкой Оливией породы Мейн-Кун помогает ухаживать и Егор. Ты за ней ухаживаешь, смотришь? Нет, бабушка за мной. Дедушка и бабушка за ней ухаживают. А ты им помогаешь? Помогаю. А что ты можешь сделать? Играть и целовать. Играть и целовать, а значит любить животное, это, пожалуй, главный секрет в уходе за питомцами. И, судя по довольным мордочкам живых экспонатов, знаком он и многим брещанам. Встретить усата-полосатого, трехцветного или дымчатого любимца в домах жителей региона не редкость. Заводят берестейцы и кошачьих диковинных пород. Эта порода называется ragdoll. В переводе с английского переводится как тряпичная кукла. Кошки этой породы отличаются тем, что у них обычно светлый окрас. И несколько вариантов окраса, но вот эта кошка, она голубой бикалор. То есть у нее трехугольничек светлый на мордочке, ушки синенькие, хвостик голубой, ну и лапки, кончики лапок. Кошки этой породы почему так называются, что тряпичные куклы? Ну, она боится. Сейчас я попробую достать кота. Он должен продемонстрировать именно породный признак свой, почему их называют тряпичными куклами. Но дома это очень хорошо выражено. То есть их, когда берешь, они обвисают. То есть они виснут, их можно переворачивать, делать с ними все, что хочешь. Порода называется Деванрекс. Образовалась в 60-е годы прошлого века в Деваншире в Англии. Кошки из другой планеты, ушки, как у эльфа, большие глазки и невероятная лазучесть везде. Ведут себя, как полнейшие обезьянки и за ними не уследить. Экспозиция, когда можно и себя показать, и на других посмотреть, это только часть мероприятия. Все кошки, коты и котята участники конкурса, который является областным этапом большого республиканского первенства. Это целый цикл выставок, которые проводятся в разных областных центрах с выбором лучших кошек от этих областных центров. И потом финальная выставка года «Золотая кошка Беларуси». Победители в регионах соревнуются между собой. Из них выбирается «Золотая кошка Беларуси», которая потом делегируется на выставку «Золотая кошка Евразии». Выставка проходит в Москве, и там собираются победители от различных стран. Россия, Беларусь, Украина, Литва, Латвия, Казахстан. К слову, мяукающий представитель нашей страны уже становился победителем смотра конкурса на международном уровне. И успех этот у нас есть все шансы закрепить и приумножить. Нужно только сделать пусть и нелегкий, но правильный выбор в Минске. Именно там соберутся осенью лучшие из лучших мурлыкающих друзей человека.